МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наталья Владимировна, здравствуйте, и с днём рождения. Здравствуйте, спасибо. Да, МПЦ, кстати говоря, тоже отметил день рождения. Да, по-моему, это было воскресенье. Да, 12 апреля. Да, сколько лет? Нам исполнилось 7 лет. Ага, то есть 3 года и будет юбилей большой, первый большой юбилей круглый. Понятно. Мы тему обозначили следующим образом. Какие услуги доступны через интернет сейчас из тех, что оказывают наши многофункциональные центры? Какие вещи и что можно оформить лично? Зачем надо приходить и как это сделать? И что можно отложить? Потому что переоформление, оформление сейчас не обязательно. Но, в частности, федеральные СМИ сообщали, по-моему, что если просрочены водительские права, если истёк срок действия паспорта гражданского, то все эти вещи пока на время этого карантина можно пока не делать. Ну, ещё, да, такой момент, наверное, с которого стоит начать. Чем, собственно, была вызвана необходимость возобновить работу, потому что, как я понимаю, губернатор говорил о том, что увеличилось, поступало большое количество жалоб от кировчан. То есть с чем они связаны, с какими проблемами люди вообще столкнулись, вот что нельзя было остановить, что необходимость такая возникла. Да, давайте начнём с конца. Я вот расскажу о необходимости и цели функционирования сейчас в нашей сети МФЦ. А Наталья Владимировна меня потом дополнит, расскажет, с какими услугами можно обратиться. Действительно, в самую первую неделю карантина МФЦ полностью приостановил приём как по предварительной записи, так и по живой очереди. Это, естественно, было сделано в целях снижения распространения коронавирусной инфекции для того, чтобы исключить возможности нашим гражданам собираться в одном месте. Массовое скопление граждан осуществляет далее. Наш региональный штаб внимательно мониторил ситуацию с распространением, с увеличением количества положительных результатов. И было принято решение о том, что МФЦ откроет приём, вся сетка МФЦ. Это связано с тем, что и ряд предприятий, в том числе и с перечня системообразующих, перечня постоянно непрерывно действующих, утверждённых указом президента, они продолжают своё функционирование. Естественно, рынок недвижимости без МФЦ, а также МФЦ – это важный аспект, важный строительный кубик в деятельности как бизнеса общества, так и гражданского общества. Естественно, как гражданам какие-то социальные услуги необходимо получать, так и бизнесу необходимо иметь окно, где можно что-то зарегистрировать, какие-то документы получить, куда-то обратиться. Естественно, эту ситуацию региональный штаб мониторил, и губернатор Игорь Васильев принял решение о том, что МФЦ необходимо открыть, но с чётким и жесточайшим соблюдением мер санитарно-гигиенических норм. Мы обеспечили приём МФЦ исключительно по предварительной записи, живая очередь не работает. Таким образом, мы можем полностью контролировать то количество заявителей, которые одновременно находятся в офисах приёма. Мы регулярно, не реже, чем раз в два часа, все офисы приёма моем с использованием чистящих хлоросодержащих в том числе средств. Все сотрудники МФЦ обеспечены средством индивидуальной защиты, такими как маски, перчатки. Все сотрудники работают исключительно в них. Заявителю, гражданину, который приходит на приём на стойке ресепшн, предлагают обработать специальной жидкостью руки. То есть антисептики, да? Антисептиком обеспечены все наши офисы, и при входе в офис нужно обязательно воспользоваться антисептиком для рук. Мы стараемся максимально обеспечить в том числе режим проветривания помещений. После того, как помещения моются раз в два часа, помещения очищаются в том числе от приёмщиков, от экспертов приёма, и помещения полностью проветриваются. То есть люди все высаживаются временно, открываются все окна? Да. У нас обеспечена и визуальная разметка для соблюдения полутораметрового расстояния между заявителем. У нас обеспечено расстояние между окнами приёма. У нас работает не каждое окно, а работает через окно, чтобы у нас даже эксперты приёма находились на безопасном расстоянии друг от друга. Мы внимательно относимся к безопасности как граждан, так и экспертов приёма. Внимательно мониторим всю ситуацию. Сотрудники у нас ведут журналы здоровья. Мы регулярно, при любом сомнении, измеряем температуру. Сотрудник остаётся дома. Нужно сказать, что сейчас работают не все окна приёма, а работают по Кирову 68 окон приёма, с учётом того, что я сказал, потому что мы работаем через окно вместо 120. И в целом по Кировской области из 422 окон, соответственно, работает порядка 200. То есть в два раза получается меньше. Да, то есть это вынужденная мера. При этом мы надеемся на понимание граждан. В общем-то, по большей части граждане прекрасно понимают ситуацию. Мы принимаем по тем услугам, которые невозможно получить в удалённом режиме средствами портала государственных услуг. Вот только по этим услугам мы осуществляем сейчас приём в очном режиме только по предварительной записи. У нас работает колл-центр МФЦ, где можно проконсультироваться по всем вопросам, предварительно записаться, узнать, какую услугу можно получить в электронном виде, какую нужно переходить обязательно в МФЦ для получения этой услуги. Мы сейчас по поручению губернатора прорабатываем варианты выезда в таких экстренных случаях, когда граждане старше 65 лет, которые находятся на обязательной самоизоляции. Мы сейчас этот вариант прорабатываем в части социально незащищённых слоев населения. То есть чтобы МФЦ было на дом приезжать? Чтобы МФЦ мог выезжать на дом, это тоже важный аспект. Мы будем внимательно здесь смотреть. Действительно нужно понимать, что МФЦ работает для граждан, работает для того, чтобы бизнес и общество продолжим своё функционирование. Мы рассчитываем на понимание граждан для того, что действительно ряд услуг может и подождать по завершению карантина. Действительно многие услуги продлеваются автоматически. Например, уже действующие меры социальной поддержки, они автоматически продлились. Паспорта и водительские удостоверения, мы тоже слышали, поручения президента, их действия также автоматически продлились. Поэтому по мерам социальной поддержки в МФЦ можно обратиться только для вновь назначаемых мер поддержки. Для уже действующих нет никакой необходимости. Поход в МФЦ будет совершенно бесполезен, потому что их мера и так продлилась. Обо всех деталях и подробностях можно узнать по горячей линии. Как МФЦ, так и службы социальной защиты. Все эти телефоны опубликованы, и всё это тоже работает. То есть мы работаем для граждан, надеемся на их понимание. Ждём в гости только действительно по необходимым вот именно сейчас каким-то сделкам, заявлениям, получениям каких-то документов. Ждём, соответственно, граждан также со средствами индивидуальной защиты, так как к совлажению нужно относиться не только к себе, и к специалистам, экспертам приёмов. Мы тоже должны беспокоиться об их здоровье. Но и тех, кто вместе с ними будет находиться в офисах приёма. Ведёте в МФЦ, возьмите с собой маску. Обязательно. Предварительная запись как осуществляется? Вот через колл-центр, можно ли это ещё через госуслуги сделать? Нет, пока в данный момент предварительная запись у нас осуществляется только через колл-центр по многоканальному телефону 8 800 707 43 43. И такой момент, то есть если, например, человек подошёл раньше положенного времени, его не пустят внутрь или как вот осуществляется вообще всё это? И вообще человек, который, например, решила, да ладно, я не дозвонился, я пойду сам там запишусь, например, прямо там приду запишусь, а потом уже приду получать услугу. Вот таких людей пускают в офисы сейчас или нет? Или объявление какое-то висит, что, пожалуйста, если у вас не назначено к определённому времени, не приходите? Да, везде и всюду висят эти объявления, и на сайте точно так же есть такая информация. И, конечно же, если человек приходит раньше положенного времени, мы предлагаем ему выйти на улицу, и сегодня, слава богу, погода позволяет это сделать. Ну, а если уж совсем он не желает выйти, мы его, конечно же, тоже принудить не можем, мы направляем его в места для ожидания услуг. То есть выделено какое-то помещение? Да, у нас на сегодня тоже перепрофилировано вот в некоторых территориальных отделах места для ожидания. Безусловно, мы там соблюдаем вот эту социальную дистанцию, чтобы не было контакта среди ожидающих заявителей. Я предлагаю прерваться сейчас на полнекутки буквально. И вернёмся. Продолжаем дневной разворот. В нашей студии Наталья Швецова, директор Кировского многофункционального центра Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области. Мы говорим о деятельности МФЦ в этих непростых условиях коронакарантина. Остановились на том, что все посетители офисов сейчас принимаются по предварительной записи. Людям, которые приходят к назначенному времени, но чуть раньше, предлагают либо подождать на улице, либо провожают в специально там отведённые места, где, соблюдая дистанцию, можно подождать приёма своего. И все, конечно, всех посетителей МФЦ просят приходить на приёмы в маске, имея при себе средства индивидуальной защиты, потому что, к сожалению, коронавирус такая штука, мы не знаем. Мы можем быть больны, но мы не знаем об этом. По предварительной записи, то есть мы сегодня здесь с вами собрались для того, чтобы разъяснить, почему МФЦ в таком режиме работает. К сожалению, далеко не все граждане происходящее сейчас воспринимают как самоизоляцию, как карантинные мероприятия, необходимые мероприятия для того, чтобы остаться дома и снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, большинство граждан эту ситуацию воспринимает как внеочередной отпуск, когда можно сходить, давно накопившиеся дела решить, обратиться в МФЦ, какие-то документы оформить, ещё что-то сделать. То есть эта ситуация воспринимается как отпуск. Когда они сталкиваются с ограничениями в работе режима МФЦ, далеко не каждый воспринимает это правильно и адекватно происходящим и тем мерам, которые принимаются. Действительно, мы сделали предъявительную запись только в телефонном режиме. Мы пока отключили возможность записаться в электронном режиме. Почему? Потому что, во-первых, нам необходимо предварительно проконсультировать человека. Может быть, эту услугу действительно можно получить на портале госуслуг и режим самоизоляции не нарушать и сделать всё это из дома. Во-вторых, мы очень много информации доводим до гражданина. Например, предупреждаем о том, что в МФЦ сейчас невозможно оплатить наличными средствами. Это тоже наличные средства. Представляете, сколько человек наличные средства в руках держал до вас? Ну, мы понимаем, да, и банки многие сейчас отказываются как раз от налички. Да, поэтому мы предупреждаем о том, что в офисах МФЦ, в банкоматах наличными средствами оплатить будет нельзя только без наличной. Мы оборудовали все наши окна приёма посттерминалами. И теперь в каждом окне можно оплатить пластиковые карты, прямо вот сидя в окне приёма. Мы предупреждаем. То есть мы много вот такой вводной информации до граждан доводим. Смотрите, а как-то разграничиваете тех, у кого действительно может подождать, и тех, кому это действительно нужно сделать сейчас? Можно такое, что человека не записали и сказали, вот нет, гражданин, вы можете подождать, есть более важные дела? Понимаете, здесь более важные дела, и насколько каждому человеку это действительно нужно, это понятие субъективное. Для каждого человека совершенно разные понятия важности. Вот в нашем понимании важна одна ситуация, его понимание, его жизненных условий, в которых он находится, жизненно важная ситуация, это совсем другая. Поэтому фильтровать это очень субъективно, и мы не будем брать на себя эту ответственность. Мы рассчитываем на самосознательность граждан, и решать, нужно ему это действительно в жизни или нет, каждый человек должен самостоятельно. МФЦ функционирует и обеспечивает приём. Но МФЦ, мы не сказали об этом в первой части нашей программы, когда говорили о том, что открылись все офисы. МФЦ сейчас работает в таком тоже немножко сокращённом режиме. То есть если раньше в Кирове многие ваши офисы принимали до 8 часов вечера, и даже в выходные, то сейчас, я так понимаю, немножечко сократилось это всё, да, Наталья Владимировна? Да, в условиях такой сложной эпидемиологической обстановки, конечно же, режим работы центров, мои документы, он сокращён. Сейчас все городские центры работают с 8 до 16 часов, в субботу с 8 до 13 часов, а все территориальные отделы, которые находятся у нас в муниципальных образованиях, они работают с 8 до 14 часов. Ну, в принципе, данный период времени он позволяет принять всех желающих, которые записались по предварительной записи. Ну, при этом, давайте уточним, то есть сокращено количество окон, но офисы все работают? Офисы работают все, абсолютно. Есть доступность у граждан в любом районе Кировской области прийти и получить услуги. То есть не надо в Кирове условно ехать там с одного конца города в другой на общественном транспорте, МФЦ, тот, который был поближе к вашему дому, он по-прежнему работает. Да, всё правильно. А есть ли возможность у людей, которые вынуждены находиться на карантине и вдруг появилась... Ну, я, правда, мне сложно, конечно, представить, там, какая услуга может понадобиться вот прямо сейчас там в пределах вот этих двух-трёх недель, которые на карантине люди находятся. Есть ли какие-то возможности или уже с этим придётся просто смириться? То есть может, как вот, например, к старшим, к людям после 65 кто-то может выехать... То есть человек может только сам подавать какие-то документы или если... Ну, если нет нотариальной доверенности, конечно, да? Да, нужна нотариальная доверенность. Она в любом случае нужна. То есть даже документы подать, там, сын или дочь не может принять. Безусловно, мы должны адекватно действовать. Есть определённые права граждан, которые мы должны соблюдать. И вот здесь снижать какую-то планку по идентификации личности, по идентификации его полномочий мы просто не имеем права. Иначе просто появятся какие-то возможности для злоупотребления. Поэтому, естественно, для получения услуг может обратиться либо сам гражданин, который имеет право на получение услуг, либо, соответствующим образом, оформлено его доверенное лицо, имеющее право действовать от его имени. И доверенность должна быть заверена именно нотариусом? Обязательно. Никаких послаблений здесь мы, конечно же, не делаем в этой части. Бывает, что заверяет работодатель, например, ещё что-то, это не подойдёт. А нотариусы сейчас работают, насколько я понимаю, да? И тоже выходили, по-моему, они как раз в карантин специально для этого. Насколько вообще сейчас растянулась вот эта очередь? Как-то можно оценить с учётом того, что какую-то часть времени МФЦ не работала? Сейчас работает в несколько сокращённом режиме. То есть вот если, например, звонить, сейчас по телефону записываться, через сколько дней я смогу попасть в МФЦ? Третья практика сейчас показывает, мы тоже сами мониторим и осуществляем в том числе и контрольные звонки. Я сам лично этим занимаюсь. Мы мониторим, у меня в рабочем кабинете выведены все камеры офисов приёма. Я сам в режиме реального времени наблюдаю, что у нас в офисах происходит, как работает со скоплением граждан. Вот следует отметить, что граждане действительно в большинстве своём понимают значимость происходящих событий. И несмотря на то, что мы ограничили возможность приёма и только предварительной записью, у нас возможность записаться даже по самому востребованному услугу, например, Росреестра, на текущую неделю в любой желаемый офис она всё равно существует. У нас сегодня офисы не загружены, у нас есть свободные окна. То есть у нас граждане в том же объёме, как они обращались до карантина, сейчас в МФЦ не ходят. И за это хочу поблагодарить всех жителей нашего региона, что действительно правильно оценивают необходимость получения услуг именно сейчас, именно в карантине. Поэтому работа только по предварительной записи. У нас даже сейчас есть свободные окна, и можно в офисы записываться предварительно, можно проверить, позвонить и уточнить. То есть такого, что приходилось там две недели, три недели ждать, такого нет? Нет, у нас, конечно, такого нет. У меня тогда следующий вопрос. Я не знаю, можем ли мы как-то конкретизировать или, может быть, как-то разбить там, да, систематизировать. Вот те услуги, с которыми точно надо идти к вам. Что за услуги, Наталья Владимировна? Услуги, которых на сегодня нет на портале Госуслуг, это однозначно нужно идти к нам. Заранее записываться по предварительной записи. И, соответственно, человека мы обязательно запишем и примем. Ну, а это надо просто заходить на портал Госуслуг? Это надо заходить на портал Госуслуг, в каждое ведомство, да, и смотреть. Все сервисы на портале Госуслуг, они достаточно очень простые, и человеку не надо никаких, не предстоит никаких трудностей, чтобы совершить там запрос до ведомства. Вот, а теперь вопрос следующий. Далеко все-таки не у всех еще есть аккаунт на Госуслугах. Кто-то не успел оформить, да, никто же не предполагал, что это вот так понадобится, да, вот в такой ситуации. Сейчас возможность как-то себя идентифицировать на портале Госуслуг есть. Я, насколько помню, там сначала ты заявочку какую-то подаешь, а потом куда-то приходишь и получаешь вот этот свой код индивидуальный. Да, все верно, подтвердить свою учетную запись первично, или, может быть, убрать двойную запись. Это все можно также сделать через центры мои документы. Также можно обратиться через приложение Сбербанк онлайн, Почта банк, Тинькофф банк. То есть это можно сделать все заочно, никуда не ходя. То есть можно даже не приходить, а раньше-то просто вот надо было расписываться. Да, сейчас появилось несколько дополнительных способов. То есть МФЦ вот даже сейчас продолжает принимать очно в части подтверждения учетной записи ЕСЕ. Можно вот предварительно записаться, прийти в МФЦ и в оффлайн-режиме вот очно подтвердить учетную запись, вот как это было раньше, только в предварительной записи. Сейчас действительно добавились онлайн-инструменты. Многие онлайн-банки, вот, да, Владимир правильно сказал, Сбербанк, Тинькофф, Почта банк, это еще банки, которые прямо через мобильное приложение позволяют создать и подтвердить учетную запись ЕСЕ. Она будет точно такой же правомочной, как если бы вы обратились в МФЦ. Сейчас много точек, в том числе и онлайн для подтверждения. Это касается тех людей, которые клиентами этих банков являются, и они когда-то свою личность уже подтвердили, там, банк их идентифицировал, и поэтому банк, собственно, не сомневается, что они это они. Понятно. — Прибавилась ли как-то работа в том плане, что вот часть услуг какие-то будут продлеваться автоматически, или для этого ничего делать не надо, то есть оно все само, или все же сотрудники будут с этими услугами работать, вот, с пособиями, с каким-то еще, с чем-то продлевать их? — На сегодняшний момент мы принимаем заявителей, которые вновь обращаются за мерами соцподдержки, которые изначально не были в базе данных, а всех остальных заявителей мы консультируем на этапе, когда они предварительно звонят в колл-центр, и говорим о том, что у них автоматически продляются данные услуги. — То есть вам самим тоже работы дополнительно не прибавилось сотрудникам? То есть это просто автоматически продлилось? Вам не надо там куда-то заходить, какие-то галочки ставить, какие-то документы заполнять? — Это все органы власти непосредственно этим занимаются. — И если так заглядывать немного на будущее, непонятно, сколько мы просидим все дома в этой самоизоляции, тем не менее, насколько я понимаю, с мая начнут принимать заявления на выплату вот этих новых пособий, которые для детей от трех до семи. То есть получается это достаточно большое, мне кажется, количество людей будет. — Эти заявления, да, они как-то вживую, их можно через госуслуги? — Да, сейчас по поручению правительства Российской Федерации данный вид услуг прорабатывается и существует поручение соответствующим федеральному органу исполнительной власти для того, чтобы обеспечить максимально автоматическое назначение этих выплат. Вот совершенно точно сейчас решается вопрос, и я так понимаю, что уже там решен, и в самом ближайшем будущем будет введен эксплуатацию федеральный сервис по выплате за рождение первого ребенка. То есть средства будут назначаться автоматически, вот именно как раз в настоящем проактивном режиме. Это же будет касаться вот всех остальных выплат, которые озвучил президент в своем послании. — То есть не надо будет ходить с документами, вот всей этой толпе родителей? — Мы постоянно на связи с органом власти, и действительно сегодня Пенсионный фонд России говорит о том, что у них уже достаточно большого количества заявлений, которые поступили через личный кабинет. Люди задаются вот на выплаты от одного до трех лет по пяти тысячам рублей. Но говорят о том, что в ближайшее время планируют передать данные услуги в МФЦ. В любом случае мы это сделаем, когда подпишем соглашение с данным органом власти, и будем принимать через центры мои документы. — Ну там по этим-то выплатам, насколько я понимаю, решили ограничиться одним заявлением. Правда, не совсем сейчас понятно, как его придется подавать, действительно идти в МФЦ, или можно будет сделать это через онлайн-через госуслуги, например. Там, я насколько понимаю, у людей больше вопросов по поводу того, как будет получаться подтверждение именно дохода. То есть это, видимо, либо с налоговых органов будут запрашиваться. — Мне кажется, это все есть. Во всяком случае, через сайт налогового, кто вычет подавал, тот знает прекрасно, что там все твои отчисления, они там имеются и по основному месту работы, и если был доход где-то еще, например. — Некоторые выплаты в такой непростой период, в частности, вот по линии пенсионного фонда, 5000 рублей, они без доходов, то есть здесь автоматически. — Ну там мат-капитал, насколько я понимаю. — Нет, не мат-капитал, это детям от года до трех лет. Ну здесь, я думаю, больше органы власти внесут ясности по этому вопросу. — Большое количество выплаток. — Ближе дело. Но тут еще вот история осложняется тем, что надвигаются майские праздники в некотором смысле. Да, майские праздники — это у нас выходные, когда не работает, конечно, там, да, большая часть органов власти не работает. И я не знаю, вы будете работать в майские праздники или так же точно, как все остальные будете отдыхать? — Мы будем работать по обычному графику. Единственное, что рабочие часы МФЦ сокращены, то есть вот как в майские праздники мы все предыдущие годы работали, в какие даты, вот ровно такие же даты мы будем работать сейчас. — То есть нет такого, чтобы больше было выходных, да, и меньше возможности людям прийти и что-то оформить. Будете так же точно регулировать работу. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, полторы минуты мы вернемся, и я думаю, что после этого мы все-таки поговорим о приятном. День рождения, семь лет, что сделано за семь лет. Спасибо. Программа «Дневной разворот» продолжается. В нашей студии Наталья Швецова, директор Кировского многофункционального центра, Юрий Палех, министр информационных технологий и связи Кировской области. Мы поговорили о том, как МФЦ работает вот сейчас в условиях ограничения тех, которые имеются и которые... — У меня еще один небольшой вопрос остался, да, то есть он такой больше, наверное, не из области работы, а из области отношений, скажем так. Ну, потому что люди, вот то, что читаешь в соцсетях, понятно, что разделились на два лагеря, те, кто хотят работать, и те, кто работать и боятся в той или иной степени. Как сотрудники отнеслись к тому, что нужно вот в условиях этой самоизоляции, карантина, выйти на работу и общаться с другими людьми, которые непонятно откуда пришли, непонятно соблюдают ли они там меры профилактики? — Да, конечно же, безусловно, для администрации МФЦ прежде всего вопросы безопасности. То есть задача наша — обеспечить всех наших сотрудников средствами индивидуальной защиты, и только тогда мы можем быть спокойны за результат, и, конечно же, тогда могут быть спокойны наши эксперты. — Ну, кто-то, может быть, изъявил желание, там, не знаю, в отпуск за свой счет? — У нас на сегодняшний момент, как и, в принципе, по всей Российской Федерации, граждане старше 65 лет, беременных женщин мы всех сняли с приема. Ну, люди, которые страдают хроническими заболеваниями, они приносили также нам справки, что не могут в таких условиях находиться на работе. Поэтому, конечно же, им беспрепятственно был режим изолирования предоставлен. — Ага, вот, слушайте, мы же, да, как-то упустили этот момент. Раз работает в два раза меньше окон, надо ли в два раза меньше сотрудников? Может быть, они как-то чередуются у вас, да? — Да, вы правильно заметили, начальники территориальных отделов сегодня графики составляют таким образом, чтобы, ну, особенно в маленьких терротделах, в небольших муниципальных образованиях, нет такой необходимости, чтобы все окна работали, и даже через окно. Конечно же, мы не всех сотрудников у нас по определенному графику. В небольших отделах их бывает по три человека выходят. — Вместо скольки? Вместо там пяти? — Вместо семи. — Вместо семи, да. — Вместо семи, восьми. — Хорошо, все-таки давайте мы немножечко поговорим о том... — Приятно это обещала. — Да, о приятном, да. О том, что удалось сделать, да, и чего еще ждать от МФЦ в ближайший, там, может быть, год, потому что семь лет — это, ну, достаточно большой такой срок, и я помню, как все начиналось, и как все менялось, и как все преобразовывалось там, да, и уходило в онлайн, и по-прежнему люди работают. Я помню историю, когда появился портал Госуслуг, и начали все активно туда переходить, и мы задавали, по-моему, Юрию Ивановичу вопрос, не окажется ли так, что МФЦ вообще будут не нужны, да? — В итоге МФЦ не то, что не нужны, МФЦ сейчас уже на себя, мне кажется, такое огромное количество всего взяли. — Да, конечно, мне очень хотелось бы поздравить, вот пользуясь таким случаем, всех своих коллег, которые работают в МФЦ, чья профессиональная деятельность с этим связана, с нашим небольшим юбилеем. Конечно, это люди настоящей такой закалки, это настоящие профессионалы, которые верят в результаты своей работы, поэтому хочу им от всей души пожелать только крепкого здоровья, счастья и всех благ. На сегодня сеть МФЦ с собой представляет достаточно большое количество территориальных отделов, это 47, это 427 окон приема, 101 территориально обособленное подразделение. То есть, действительно, вот такая огромная армия сотрудников, в нашей службе около 700 человек работает. — Это по области, да? — Да, это по всей области. Значит, ну что мы сделали, какие мероприятия провели? — Наверное, постоянно у нас расширяется перечень государственных муниципальных услуг. Постоянно органы власти нам передают эти услуги. Далее хотелось бы сказать, что у нас продолжилась реализация пилотного проекта. То есть, уже в 32 территориальных образованиях сегодня наши коллеги ведут прием по услугам Министерства социального развития Кировской области. Да, в 2019 году мы организовали прием и выдачу услуг по загранпаспортам нового образца в Октябрьском территориальном отделе. Впереди у нас криптокабина на Первомайском территориальном отделе. — Простите, пожалуйста, криптокабина — это что? — Ну, это тоже предоставление услуги и выдача загранпаспорта нового образца. То есть, здесь люди также могут приходить и оформлять эту услугу в территориальных отделах МФЦ. — А вот, кстати, загранпаспортами, простите, что я так немножечко соскалькиваю, опять же, на эту тему коронакарантина. Сейчас ситуация как обстоит? То есть, их сейчас оформляют загранпаспорта? — Только через портал Госуслуг. Эта услуга выведена на портал, поэтому, соответственно, человеку не составит труда использовать этот сервис. — Есть те, кто сейчас оформляет загранпаспорта? — Вы знаете, есть. Особенно были удивлены, когда мы еще до 30 марта, вот, в период такой высокой уже заболеваемости, были очень удивлены. У нас огромное количество паспортов именно загранпаспортов оформлялось. — Это прям новых, не старых, у кого там срок подходит? — Нет, и старые, и новые. То есть, я сейчас вам статистику не могу сказать. — Ну, есть их, их немало. — Нет, это показывает, что люди у нас позитивно настроены. Паспорт, он же не месяц действует, там старые 5 лет, новые 10 лет. То есть, все равно люди берут на перспективы и рассчитывают в ближайшем будущем на возвращение к привычному ритму. — Махнуть на море, например. — А вот эта криптокабина, там у него какие-то особенности есть? Или почему она так называется? — Криптокабина — это такое стационарное приспособление, когда заявитель приходит, и все происходит автоматически, берутся биометрические данные у гражданина. Ну, и потом... — Ну, эти основные отличия от того комплекса, который у нас сейчас есть, он относится к классу портативных, и пользоваться им по законодательству имеет право пока только сотрудник МВД, полномоченный сотрудник МВД. Соответственно, у нас по этой причине в офисах МФЦ ограниченный режим работы, потому что сотрудник МФЦ приходит по определенному графику, и МФЦ введет прием. Для того, чтобы обеспечить постоянно непрерывный прием таких заявлений, мы устанавливаем криптокабину. Это специальный аппаратно-программный комплекс, который тестованный, защищенный и подключен ко всем защищенным сетям МФЦ, МВД. — Он вместо сотрудника МВД. — Фактически вместо сотрудника этот комплекс будет работать, и мы уже можем уже не по какому-то ограниченному набору временных слотов, а постоянно вести прием. — Так, продолжаем. — Да, продолжаем. Значит, в прошлом году мы увеличили окна приема в городе Кирове. Это то, с чем я хотела бы похвастаться. Буквально 13 окон приема мы открыли в торговом центре Лепсе. У нас прибавилось еще окно в Первомайском территориальном отделе. Далее я хотела бы отметить то, что с января 2019 года мы организовали предоставление в территориальных отделах услуг по содействию гражданам в поисках подходящей работы. Эта услуга тоже у нас действительно пользуется большой популярностью. Организовались в декабре 2019 года услуги ФНС в электронном виде. И действительно на сегодняшний момент у граждан появилась возможность по услуге государственной регистрации юридических лиц направлять документы в электронном виде. Это, во-первых, пошлину не надо платить. И, во-вторых, срок предоставления услуги у нас уменьшился с 10 до 5 дней. Безусловно, это тоже большой плюс. По торговым центрам Перебью, да, есть ли еще какие-то планы по открытию офиса? Да, вот я как раз немножко не успела сказать. Действительно, у нас есть сегодня потребность в большом микрорайоне чистые пруды открыться. Население там достигает на сегодня до 30 тысяч. Поэтому, конечно же, необходимость открытия в данном микрорайоне у нас есть. А помещения присматриваются уже? Здесь по помещениям, естественно, мы ведем постоянную работу по поиску помещений. Прекрасно понимаем, как-то Владимир сказала, что в чистых прудах офис МФЦ нужен. Ну, там 30 тысяч человек постоянно проживает. И у много молодых семей мамы, например, с маленькими детьми, им не очень удобно ездить, может быть, в город? Да, конечно. Поэтому работа ведется. Определенные варианты уже и проекты решений у нас присутствовали еще до введения карантина, буквально незадолго до карантина. Но нужно понимать о том, что сейчас основное внимание для открытия в офис МФЦ, вопрос в том числе еще и финансовый. Сейчас регион в первую очередь совершенно правильно нацелен на увеличение учреждений и мощности учреждений для работы с гражданами в сфере здравоохранения. Естественно, все внимание сейчас переключено туда, и наши проекты, они совершенно справедливые. Сейчас пока поставлены приостановку, но мы от них, естественно, не отказываемся и при первой же возможности к ним вернемся и реализуем их до конца. Насколько активно открываются офисы в районах? И вообще есть ли такая необходимость? Ну, на сегодня ни для кого не секрет, что численность населения в муниципальных образованиях, в районах, она уменьшается. Поэтому в данный момент необходимости такой нет. Наши коллеги справляются с данными запросами. Даже не знаю, это хорошо или плохо. Ну, отчасти, наверное, это не очень хорошо. Для Кирова, может быть, хорошо, потому что население-то Кирова растет, да, а вот для районов области, где все меньше и меньше и меньше людей, отток такой достаточно значительный. Наверное, не самая хорошая история. Ну, это уже совсем другая история. Но в любом случае присутствие МФЦ, оно наблюдается уже там, где численность населения от тысячи человек. То есть мы уже везде там присутствуем. Там есть. А еще какие-то новинки ждут нас, хотя бы из тех, которые пока отложили на полку. Возможно, что-то с, я не знаю, с перевозчиками должны были делать. Да, это в части как раз МФЦ будущего. Одна из таких ключевых главных ролей МФЦ, в нашем понимании, должна стать, как мы много с вами говорили, оператором проактивных услуг. То есть тем органом, который создает алгоритмы, по которым государственные услуги должны предоставляться автоматически. И мы от слов уже давно перешли к делу. 17 марта уже, как мы все знаем, запущен в промышленную эксплуатацию, в полный рост. Наш первый проактивный сервис – это умный проезд нашей региональной платформы умной услуги. И вот полностью в соответствии со всеми нашими планами и стратегиями МФЦ стал одним из операторов этой истории. И уже сегодня, и в том числе и сейчас, можно обращаться в МФЦ для того, чтобы становиться участником региональной платформы умной услуги. Для этого необходимо обратиться и дать согласие на обработку персональных данных. Так как услуги оказываются и предоставляются автоматически, и, соответственно, мы в отношении человека в государственных коррупционных системах ищем какие-то сведения, изменения его социальных статусов и так далее. Естественно, мы имеем право это делать только с его согласия. Поэтому в МФЦ нужно обратиться с согласия на обработку перс данных. Дальше мы все сами сделаем. Это личное должно быть обращение по предварительной записи. Обязательно. По проезду, да, получается, вот месяц уже практически прошел. Как в итоге система работает, есть ли сбой, все ли хорошо там? Система функционирует штатно. То есть мы уже можем говорить о том, что система действительно работает штатно. У нас утвержден постановлением правительства Кировской области регламент возврата средств в случае, если списание произошло некорректно по причине ошибки нашего сервиса. Для этого можно обратиться в МФЦ, сообщить о том, что списание произошло неверно. Мы сведения проверим. Если убедимся, что была какая-то ошибка в алгоритме, мы сделаем две вещи. Во-первых, эту ошибку устраним. В случае, если такая существует. Во-вторых, оперативно вернем гражданину те средства, которые он излишне уплатил. Но следует отметить, что по состоянию на сейчас, вот уже почти без малого месяца сервиса функционирует. Ни одного подобного обращения пока мы не зарегистрировали. То есть пока все штатно. Пока все штатно. У нас остается две минуты до конца эфира. Что-то еще важное, что хотелось бы отметить. Давайте мы скажем, если есть такая необходимость. Если нет, ну, наверное, напомним еще раз нашим слушателям и номер телефона, да, и какие-то средства, и какие-то там, я не знаю, правила поведения при посещении офиса МФЦ. Ну, если резюмировать, действительно, офис МФЦ, он работает для вас, для граждан. Мы надеемся на ваше понимание для того, что вы будете обращаться в МФЦ только действительно, если вам это необходимо. Мы не собираемся сами фильтровать и решать, нужно вам это или нет за вас. Это полностью остается на усмотрение гражданина. Мы организовали все необходимые меры для обеспечения безопасности. Мы моем помещение, мы обеспечиваем наших сотрудников средствами индивидуальной защиты, мы внимательно следим за состоянием и здоровьем. В МФЦ безопасно. Мы надеемся на понимание тех же граждан, которые к нам обращаются, для того, что они будут относиться ответственны к своему здоровью и здоровью окружающих, находясь в офисе МФЦ, и также будут следовать необходимым достаточным мерам по индивидуальному защите здоровья и защите окружающих. Мы, с своей стороны, все меры выполняем. И повторить нужно, что попасть в МФЦ сейчас можно только по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется через колл-центр. Да, через колл-центр по телефону 8 800 707 43 43. 8 800 707 43 43. Зачем нужна предварительная запись? Еще раз наши гости об этом говорили, но я напомню. Возможно, ту услугу, которую вы хотите получить при идеоличном МФЦ, вы можете получить в электронном виде, либо отложить на время получения услуги. Либо услуга будет продлена автоматически. Либо ее продлят автоматически, да. И вам не нужно рисковать своим здоровьем, добираясь до МФЦ и контактируя по дороге где-нибудь с какими-то прохожими, например, или в общественном транспорте. А если уж вы придете, то вам назначат определенное время и в таких достаточно безопасных условиях, в масках, в перчатках, все операторы МФЦ сейчас работают, вас примут и окажут вам помощь. Благодарим наших гостей Юрий Палюх, министр информационных технологий и связи Кировской области, Наталья Швецова, директор Кировского многофункционального центра. Наталья Владимировна, еще раз с днем рождения. Спасибо. Да, МФЦ тоже с днем рождения. До свидания. Программа «Дневной оборот» на этом заканчивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин